1 июня 2016 года, полдень, Владивосток. Большой город живет своей обычной жизнью, но в центре, там где находится городская администрация, начинается мало кому заметное тревожное оживление. Вход в здание закрыт. На крыльцо подтягиваются журналисты, пока еще ничего не знающие о том, что происходит внутри. Это только потом станет известно, что в это же время, с самого утра, проходят обыски в пригороде Владивостока, там, где находится дом главы города Игоря Пушкарева. Для меня и для всей семьи все это было шоком, потому что мы все считали и считаем, и будем считать, что отец не совершал ничего противозаконного, и нам не стоит бояться обысков. Сам он в это время на своем рабочем месте, в кабинете, где ему предъявляют обвинения. Оказалось, что в самом здании проходят средственно-оперативные действия. События следующего дня повергли в шок всех здравомыслящих людей, которые узнали о том, что глава Владивостока Игорь Пушкарев задержан, и для проведения следствия его доставляют в Москву. Игоря Пушкарева прослушивали на протяжении более чем пяти лет. Причем сейчас становится понятно из материалов дела, это уже и судей эти вещи оглашались, каждый раз для прослушивания подбирался какой-то формальный предлог, к которому явно Пушкарев не имел отношения. Ни одно из них впоследствии не легло в основу обвинения по этому делу. Это все абсолютно абстрактные основания. Но на протяжении пяти лет человек прослушивали, у него в кабинете была установлена негласная аудио-видеозапись. То есть, представляете, какой тотальный контроль за пять лет. И так получилось, что к 16-му году, когда было определено, что нужно идти, должны быть новые выборы в законодательное собрание Приморского края, Игорь Пушкарев тоже на них пошел. И получилось, что он в апреле где-то выдвинулся, а 1 июня он уже был обвинен в служебных преступлениях и 1 июня был задержан. Возможно, это связано с политическим конфликтом. Пешок вызван и фактом задержания главы Владивостока, и тем, как это все позиционировалось в средствах массовой информации. Здесь начинается хорошо срежиссированная и очевидно, что заранее подготовленная атака на Игоря Пушкарева. Еще нет официальных заявлений и подробностей о сути обвинения, нет доказательств, а на телекранах всей страны принудительная посадка в самолет аэрофлота, кадры доставки в суд в Москве и комментарии, сюжеты и выводы. Став главой, Игорь Пушкарев продолжал лоббировать интересы бизнес-империи. У нас есть доказательства того, что ущерб как таковой по данному делу не то что отсутствует. То есть, если там кому-то и был причинен ущерб, то, наверное, только семья Пушкаревых. Но это их было добровольное решение, они абсолютно добровольно простили этот долг. Все, кто имеет хотя бы маломальское отношение к журналистике, знают, что сделать специальный репортаж – это кропотливая и длительная работа. А тут, спустя всего 10 дней после событий во Владивостоке, на экраны выходит якобы расследование о работе Пушкарева на посту главы Владивостока. Подготовленные мифы об особняке на ханке, вертолетах, катерах и яхтах пытаются увести внимание общественности от сути одного из самых неоднозначных дел в судебной практике России. Так как для меня совершенно сейчас несерьезно выглядит все, что связано с мэрией Владивостока. Например, а зачем их привезли в Москву? Для проведения следствия. Они в Москве украли? Я вчера подумала, может, что настолько серьезное, что местные не смогут разобраться, потому что все очень коррупционно завязано. Правильно. Тогда арестуйте всех остальных тоже. В Уголовно-процессуальном кодексе есть соответствующая норма, в которой прямо перечислены в случае, когда может быть изменена территориальная подсудность. Основание как сомнение в объективности рассмотрения дела теми или иными судьями, причем на территории целого Приморского края, всего Приморского края, всех инстанций, такого основания там нет. А раз такого основания там нет, то вынесение решения без соответствующего правового основания влечет что? Правильно. Оно влечет незаконность этого решения, потому что нет в законе такого основания. Но, несмотря на это, дело поступило сюда до рассмотрения. Если мы коснемся элементарной ссылки на нашу Конституцию, у нас все судьи являются независимыми и в своей деятельности руководствуются законом. Так получается, что все судьи независимы, но вот в Приморском крае они как-то зависимы. Это чуть позже станет известно, что ряд журналистов прибыли во Владивосток заранее, до задержания Игоря Пушкарева, его брата Андрея и директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Освещение юнских событий 2016 года во Владивостоке сопровождалось небывалой истерией, тщательно подготовленными и спровоцированными скандалами, псевдорасследованиями и порой откровенной ложью. Случайно или нет, но 1 декабря 2016 года во время послания Федеральному собранию глава государства жестко потребовал прекратить подобный стиль освещения таких дел. У нас, к сожалению, стала практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов. Вопрос у государства тоже есть. Ну, во-первых, в каком виде его депортировали отсюда или доставили отсюда из Владивостока в Москву. Это было очень показательно, это было довольно-таки наиграно. Все прекрасно знают Пушкарева в нашем городе. Между тем, дело Пушкарева и его команды начинает развиваться в суде уже по другим правилам. Продление срока стража. В Уголовно-процессуальном кодексе четко сказано, что продление стража свыше одного года допускается только с согласия председателя Следственного комитета. Все вроде бы казалось понятно написано. Но по делу Пушкаревых была такая ситуация, что обвиняемые начали знакомиться с материалами дела, а потом следствие было возобновлено. И в этот период следствие опять выходило с ходатайством о продлении. Но раз следствие продолжается, требовалось согласие председателя Следственного комитета на получение продления. Оно не было получено. То есть получается, что дальнейшее продление срока стражи, по мнению защиты, по моему личному мнению как юриста, я считаю, что продление происходило незаконно. Уже два года Игорь Пушкарев остается под арестом, его дело не разрешили рассматривать во Владивостоке. По ходу судебного следствия его усилия по собственной защите стали выставлять как попытку повлиять на общественное мнение. Даже публичное обращение Игоря Пушкарева к президенту страны обвинение пытается поставить ему в вину. В столице два часа дня. Сегодня в Тверском суде Москвы продолжатся судебные слушания по существу в отношении Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова. Заседания проходят в открытом режиме. Вот как бывший глава Владивостока прокомментировал в своем блоге ход очередного этапа слушаний. Прокурор продемонстрировал свою квалификацию уровень бог и перешел на угрозы. Он парировал, мы можем устроить так, что их будут привозить к 9 утра и до 10 вечера 5 дней в неделю. Приняли к сведению, как говорится, но замечу, что это предложение куда заманчивее, нежели 12 часов ехать в автозаке вместе с арестантами, больными туберкулезом, как это было в этот раз. В 6 утра подъем, потом, пока это долгая дорога до суда, то есть они выезжают из СИЗО, потом едут на сборку в Мосгорсуд, там их всех перемешивают, кто куда едет, они там потом перегружаются в автозак, который едет в Тверской суд. В итоге где-то к часу он приезжает в Тверской суд, там надо отговорить, все выступить, причем не пропустить ни слова, очень тщательно за всем этим смотреть. В 6 с начале 7 окончания заседания, бывает и позже, бывает и в 7 и так далее, после чего обратный путь проходит, и он оказывается в камере где-то в районе часа ночи. Один раз он приехал в час ночи, его ждали, сказали, все, у нас теперь будет переезд. До 3 часов ночи они еще переезжали в другую камеру, а утром на суд, в 6 подъем мы опять поехали. Меня обвиняют по трем статьям. По версии следствия, я своими действиями причинил ущерб МУПу и получил взятку, чтобы Восток Цемент получил выгоду. Но все дело в том, что МУПу не причинен ущерб. МУП получил бесплатно материалы, асфальт, бетон, щебень и так далее, на сумму свыше 963 миллионов рублей. А далее предприятиям были оплачены все налоги, в том числе налог на прибыль. МУП выполнил все обязательства по договорам перед городом, другими поставщиками, перед своими работниками и даже закрыл те долги, которые были у МУПа до 2008 года, до того, как я стал главой города. То есть никакого ущерба нет, а значит и нет состава преступления, а значит и нечего предъявить мне в качестве обвинения. А вот почему мы просили, просим следствия, а теперь прокуратуру, разъяснить суть обвинения, сказать, в чем меня обвиняют. Моя защита и я хотим знать, в чем же заключается моя вина и каким образом и кому причинен ущерб. От чего нам защищаться? Мы задали эти вопросы на заседании, чтобы и суд обратил на это внимание. Но по версии обвинения, требуя ответа на эти вопросы, я злоупотребляю своими правами. Отгружая строительные материалы муниципальному предприятию, ущерб выражался не в том, что какие-то деньги были похищены или что-то, а в том, что была создана кредиторская задолженность. Но защита из заседания в заседание упорно обращает внимание на то обстоятельство, что эту задолженность никто никогда не пытался взыскать. По делу нет ни одной претензии, требования оплатить эту задолженность. Нет ни одного судебного иска. Более того, мы разговариваем о событиях, которые были в 2009-2011 годах, там 12-й год немножко затрагивает. По всей этой задолженности давно истекли сроки давности. Ее просто невозможно взыскать в силу требований закона. В принципе, невозможно взыскать. Не говоря о том, что долг прощен. Новация обвинения. Указание места жительства понятого без номера квартиры. В нашем случае это адрес многоквартирного девятиэтажного дома во Владивостоке. Такие еще называют муравейник. Так вот, номер дома есть, а квартиры нет. Предположу, что это сделано для того, чтобы этого понятого не смогли днем с огнем найти и спросить, а был ли де-факто осмотр в его присутствии или не был. И это несмотря на то, что и сам осмотр проведен незаконно. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас либо какие-то копии с копией сняты в уголовном деле, не в виде оригиналов. К примеру, если взять банковские гарантии, которые вменяются, поддельные банковские гарантии, использование которых вменяется Лушникову, но самих-то оригиналов нет. Нет самих оригиналов банковских гарантий. Это очень странно, потому что, ну, если нет документа, который был под делом, то о чем мы вообще говорим? Судя по тому, что так активно идут дебаты Игоря Пушкарева и судебной системы, и он очень пытается противостоять ей, ну, конечно, я считаю, что если человек так стойко и долго держится, наверное, он все-таки чувствует, что вины нет и хочет это доказать. Я человек далекий от политики, обычный житель города. И как житель города, прочитав информацию о том, что, ну, что, в принципе, видя даже, что творится у нас в городе, я не могу на это не реагировать. Собственно, поэтому я и написал свои комментарии в блоге. У нас Зимана говорит, то есть обязательно оштрафовать, значит, все сортировать, и на будущее, когда будут участвовать в муниципальном заказе, это все для УФАС приготовить. Просто ставить нужно реальную задачу. Можно, конечно, взгрызься и начинать убирать полностью, но тогда весь город будет стоять. Что эта набережная дала городскому хозяйству в первую очередь? Набережная дала дополнительные заботы и дополнительные расходы. Мы можем давать больше, меньше не можем, поэтому мы полноценные нормальные квартиры даем. Ведь у нас же задача как можно больше дать, как можно больше количества семей расселить. Это фрагменты из телевизионных передач, которые выходили на местном телевидении Приморья все годы, когда Игорь Пушкарев работал на посту главы Владивостока. Деятельность команды Пушкарева стала самой открытой в истории современного Владивостока. Произошли невероятные изменения. Дело в том, что он пришел к власти как раз тогда, когда было принято решение все-таки в Владивостоке провести саммит в 2012 году. С 2008 года на администрации Владивостока лежала колоссальная ответственность сделать город соответствующим тем масштабам, которые обозначил Владимир Путин. Главная задача Пушкарева состояла в том, чтобы жизнь стала удобной и достойной для всех горожан и столицы Приморья. Впервые за десятилетия команда Пушкарева решает проблему детских садиков, полностью исполняя свое обещание на выборах 2008 года. Мы создали за 7,5 лет 8400 мест в детских садах дополнительно. И очередь с трех лет закрыли. В городе, опять же, впервые с советских времен повышается рождаемость и увеличивается численность населения. Впервые за десятилетия во Владивостоке появилось современное уличное освещение. Это, кстати, стало и фактором значительного уменьшения уличной преступности в городе. Он стал безопасен. Мы устанавливаем современные энергосберегающие, устанавливаем и укладываем кабели так, чтобы вне зависимости от ветра, от дождя, снега, не было налипания, обмерзания, обрывания проводов. То есть, чтобы это было долговечно. Жилых домах Владивостока обновлены лифты. Три года назад более 400 лифтов было неработающих. Сегодня, на конец года, мы планировали свести к нолю, чтобы у нас не осталось неработающих лифтов. Введена новая современная система муниципального общественного транспорта. Цель, чтобы общественный транспорт в городе работал, как швейцарские часы. В городе создается современная система парков и скверов. Совершенству предела нет. У нас еще много вопросов там и во дворах надо делать, в центре. Все должно быть в городе прекрасно. Но мы сейчас идем уже в районы. Нам нужно уже скверы и парки делать в районы. Игорь Пушкарев поддерживает строительство набережной Цесаревича. Добивается того, чтобы университетская набережная стала муниципальной и доступной для всех горожан и гостей Владивостока. Старинное здание в историческом центре Владивостока, где находились кабинеты чиновников, становится центром современной музейной культуры. Случай в нынешней России можно считать беспрецедентным. Это триумфально просто для города, я считаю. Это была моя давнишняя мечта, там 30-летней давности. И я к этому шел, шел, шел. И Игорь Сергеевич пошел на встречу. И вот предоставил это место, расселив здесь много всяких организаций аппаратных, административных. Сделан огромный ремонт, реставрация, реконструкция для музея современного искусства в городе Владивостоке. На протяжении многих-многих-многих лет прослушивали, за ним наблюдали. Потом эти материалы легли в основу проверки в порядке статьи 144 УПК. Это доследственная проверка, так называемая, ее проводил Следственный комитет уже в Приморском крае. И по результатам этой проверки неоднократно выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Потом спустя какое-то время, там полгода, еще что-то, опять эта проверка оживала. Опять опрашивали людей, какие-то документы затребовали. Опять отказывали в возбуждении уголовного дела. И только в 16-м году, спустя два года, вдруг решили, что да, все-таки надо опять пересмотреть те решения, что вот те решения были вынесены незаконно. И надо не просто возбудить уголовное дело, что их возбудили, так еще и взяли под стражу. Все. И вот это выглядит, по крайней мере, очень странно. Впервые за десятилетия в городе прекратилась точечная застройка в жилых кварталах. Владивосток становится городом воинской славы России. Входит в десятку самых красивых морских городов мира. Становится центром международного туризма России на Тихом океане. Во Владивостоке 9 часов вечера. Вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке. Напомним, что идею и предварительный проект кольцевой автодороги разработал Игорь Пушкарев, который работал главой Владивостока с 2008 по 2017 годы. Это хороший, важный и нужный проект. Я думаю, что любому крупному городу нужна кольцевая автомобильная дорога. А Владивостоку она нужна тем более. Я с большим интересом читаю новости о ВКАД. Проект ВКАД, пожалуй, главный среди других проектов, которые я со своей командой не успел воплотить в жизнь. Осталось сожаление об этом. Но тот факт, что нашу идею поддержали и сейчас над ней работают на самом высоком уровне, радует и доставляет удовольствие. Мечта, которая воплотится в реальность, не это ли желает каждый из нас? Я вижу, что несмотря на сложившуюся ситуацию, человек как-то не теряет надежды, общается с жителями города, не забывает их. Он несет больше позитива. Ну, я считаю, что он мужик грамотный. Грамотный и, знаете, и бизнес умеет. И он команду сделал хорошую. Он не теряет бодрости духа. Он занимается йогой. У него сейчас в очередной раз произошла смена, так сказать, соседей по его месту нахождения. То есть, проще говоря, сокамерников. Его называют там сенсей. Он, так сказать, показывает какие-то там все эти упражнения и так далее. То есть люди рано или поздно приобщаются к этому. Я скажу так, что за это время, все равно два года, это немалый срок, а сам изолятор, он относительно небольшой. То есть его там знают, его там знают и уважают. И сам по себе, он по своему настрою, он боец, и он четко настроен на победу. На территории Владивостока строятся новые объездные дороги. Требования городских властей к подрядчикам жесточайшие. Именно поэтому Пушкарев так настойчиво добивался качества на строительстве дороги «Снеговая горностай». Этот эпизод, кстати, стал одним из поводов обвинить Пушкарева в якобы устранении конкурентов. Хотя на самом деле, речь шла о требовании выполнять работу как положено. Большой объем и самое плохое выполнение. Работы на 85% и на 90% сделали и додавить не могут. Я не знаю, что это за подход, за бизнес, за коммерческий подход у подрядчиков. Непонятно. Наверное, слишком большой запас имеют на прибыли, видимо, раз могут себе позволить так безалаберно относиться к оборотным средствам. И именно успехи в преобразовании Владивостока, скорее всего, и стали причиной того, что 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию президент страны четыре раза в разных сферах упомянул Владивосток как пример успешного развития современного российского города. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Я вот от этого и хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Без работы Игоря Пушкарева на посту главы Владивостока с 2008 года такое было бы невозможно. На заседании суда 13 марта обвинение гласило почти три тома дела. В них нет никаких, даже маломальских доказательств. Нет документов или даже копий документов и других свидетельств, доказывающих мою вину. Сплошные расхождения, несовпадения и несоответствия. Плюс ко всему незаконная прослушка, фальшивая справка и другие подтасовки данных. И ни слова о моей взятке, злоупотреблении к служебными полномочиями и ущербе в 143 миллиона рублей. Мы с моей защитой обращаем на это внимание суда, и я хочу обратить на это ваше внимание. Для меня это важно. Как мы можем проверить, насколько законно получили сотрудники ФСБ доступ к этой информации? Мы столкнулись с тем, что у нас представляются секретные документы, например, 31 мая, а согласно печати в углу на сопроводительном документе, они рассекречены были только 11 июня, то есть спустя две недели. Как так можно было предоставить совершенно секретные документы? В материалах дела присутствуют сведения по счетам в банках, которые по закону могут быть выданы только на основании судебного решения. Но ни судебных решений, ни элементарных запросов нет. Получается, что они не могут быть использованы в качестве доказательств. Меня не смущает оглашение этих сведений, и я настроен максимально открыто. Но, как говорится, сам факт. Своё заявление об отставке из поста главы Владивостока Игорь Пушкарёв написал в конце 2017 года и, опять же, исключительно в интересах города, чтобы формально не создавать препятствий для избрания нового главы Владивостока уже по новым правилам. Тем не менее, несмотря на нынешнюю ситуацию, Игорь Пушкарёв остаётся в жизни Владивостока. Его публикации в социальных сетях не оставляют равнодушным десятки тысяч горожан. Задача государства – развивать весь Дальний Восток. Что же делать? Очевидно, что два города Владивостока-Хабаровск не должны бороться за звание столицы, как два ананайских мальчика. У меня есть интересные идеи, и я обязательно ею с вами поделюсь в одном из следующих постов. Все, наверное, кто заинтересован, следят за новостями, читают новости, видят, что обвинения, которые предъявляются Игорь Сергеевичу, они разбиваются в пух и прах. То есть стороны, которые были заявлены пострадавшими, они отозвали, по-моему, насколько я знаю, свои претензии. То есть, по сути, на чём строится, как говорится, дело? Я вот как юрист могу, трудно мне формулировать эти вот слова, да? Но о чём речке говорится? Я вам хочу сказать, что у него очень хороший рейтинг. Рейтинг узнаваемости просто огромный, естественно, но и рейтинг поддержки был тоже очень велик. Особенно уже к концу его работы, ну, будем говорить, если бы он выбирался в губернаторы, вот если бы делать тот срез, который мы делали в 17-м году, он бы совершенно уверенно обошёл бы предыдущего губернатора. Есть интересный такой пример. Замечательная приморская группа «Муми-троль» и Дьявол Агутенко написала песню о Владивостоке «Четвёртый троллейбус». И там есть крохотный эпизод, когда толпа молодых владивостокцев поднимается от площади по Кианскому проспекту и напротив здания мэрии выходит скромно одетый молодой человек Игорь Пушкарёв, и он присоединяется к этим людям. Её показывают всего две секунды, больше не надо. Но все знали, что это правильно так и должно быть. Свободу! Свободу! Мы хотим, чтобы он был в нашем городе. Он очень тщательно сам занимается изучением уголовного дела. У него там ведёт специальные блокноты, тетради, он там ведёт записи, он фиксирует какие-то ключевые моменты. Чистый лист обвинения. Звучит как-то художественно и не по-настоящему. Кажется, что такого не бывает. Но не в нашем случае. Думаю, что большинство из вас понимает, зачем и для чего нужны чистые листы в материалах уголовного дела. На сегодняшний день зачитано 13 томов обвинения, и в них 5 чистых пронумерованных листов. Два года Игорь Пушкарёв находится за решёткой, и вдруг его дело получает неожиданный поворот, когда глава Серпуховского района Московской области, Александр Шестун, публично рассказал о давлении, которое на него оказывают с требованием освободить должность. Так вот, когда такие методы воздействия стали обнародованы, выяснилось, что начальник одного из управлений ФСБ, Иван Ткачёв, назвал Владивосток в числе городов и регионов, где руководители вынудили уйти в отставку по фиктивным делам. Я всю методику отработал. Я уже ни одного губернатора так. Они залезут в твои дела 8-7 летней давности. У нас срок давности 10 лет. Ткачёв, после этого тебе нарисуют, приеду не я, приедет Москва или менты. Понимаешь, да? Тебя просто подрученьки под беленьки заберут, арестуют активы, нароют и закроют. Ткачёв, да, кипиша не будет. Покажи мне Удмуртию, там царь и бог был. Покажи мне Мэри Эл, покажи Сахалин. Владивосток, он был самый крутой. Его на руках носили. Из этих переговоров становится однозначно очевидным, что арест Игоря Пушкарёва, итог политических игр и фикция, где его противники используют самые грязные методы давления. Здесь вопрос не в том, что посадят. Здесь вопрос, зачем проблемы тебе, жене и детям. Да отойди ты в сторону. Самое лучшее решение, бумагу без даты оставляешь, уволен. Примечательно и то, что именно письмо этого начальника управления ФСБ Ивана Ткачёва, в котором выражаются сомнения в неподкупности судей всего Приморского края, стало поводом для решения о рассмотрении дела Игоря Пушкарёва не во Владивостоке, а в Москве. Таким образом, именно Владивосток оказался одной из первых территорий в стране, где была отработана жёсткая схема отстранения руководителей. И навряд ли организаторы таких схем ожидали, что их незаконные действия станут известны, и что они столкнутся с таким противодействием Игоря Пушкарёва в борьбе за соблюдение закона, справедливость и правду. Это в первую очередь очень-очень сильный человек, которого ничем не сломить, которого не сломить ни ужасными условиями в СИЗО, ни каким-то психологическим давлением, моральным, ещё каким-то. Он убеждён в том, что он прав, и мы все вместе с ним убеждены в том, что он прав. И он будет бороться до конца. Вот какой человек мой отец. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok